Люди в этих селах с момента конфликта военного стали еще более уязвимы. Были люди, которые рассказывали нам такие разные истории. Одна вот из них рассказывала, что до сих пор у нее остался страх, когда ветер и, допустим, падает со стола, просто пластиковая бутылка с водой, например, и она там как-то громко падает, и ей кажется, что это взрыв, и она все это вспоминает. Техическое здоровье было у всех нарушено, естественно. Начиная с 2014 года, когда, можно сказать, все остановилось, как бы жизнь остановилась, началась война, нас отрезали от нашего центра, и мы остались один на один с пациентами. Наша система здравоохранения, она построена больше на лечение как раз только одной части здоровья, да, это физической. Знаете, еще такое очень часто распространено, у нас же там родители как-то справлялись, там, бабушки, дедушки. У самих врачей, медсестры есть такое, ну, несколько обесценивающее отношение к психологии, потому что, ну, вот я, у тебя болит живот, я дал тебе таблетку, он прошел, и как бы, вот реально я помог. Я не сплю, что ты можешь делать, что я не сплю, или я горюю по утрате, да, близкого человека, что ты, как ты можешь в этом помочь. Просто поговорив, ну, я могу поговорить, там, и с подругой вечером, за чашкой чая. У нас работает психолог, и у нее всегда есть люди, всегда есть люди. Вот если бы этого не было, человек вряд ли бы поехал бы в Мариуполь, вряд ли бы к психологу, причем платному и так далее. А у нас тут все бесплатно, у нас очень в средствах ограничены все, то есть социально незащищенное население наше, и для них очень важно получить эту помощь бесплатно. Что можно сделать, чтобы они проходили какие-то тренинги, чтобы они знали основы первой психологической помощи, и эту помощь оказывали людям на более высоком уровне. После того, как с медсестрой прошли вот эти курсы, мы стали, конечно же, вооружены больше, больше так мы на интуиции работали, на каком-то чутье. Продолжение следует...